В библиотеке на Крутицкой продолжаются встречи в рамках проекта «Многообразие культур». В минувшее воскресенье ивановцы смогли познакомиться с бытом и традициями такой страны, как Туркмения. Проведение подобных мероприятий давно уже стало доброй традицией. Более того, Туркмения – это родина Веры Филимоновой, сотрудника библиотеки. Папа мой военный, но, к сожалению, очень мало помню, только по воспоминаниям родителям, потому что в три месяца мы уехали в Ленинград. Но по воспоминаниям родителей, родители – очень красивая страна, особенно весной, в Маке. В основном инициаторами подобных встреч выступают студенты, которые на длительное время вынуждены покинуть родину и, конечно, все это время скучают по дому. «О чем мы думаем? Всегда думаем, когда мы скучаем, как мы проводили там праздники национальные или государственные праздники, как мы отдыхали там, учился. И об этом мы всегда скучаем». Гордость солнечной Туркмении – ахалтыкинцы, известные скакуны. Очень красивые кони на очень тонких ногах. Они передвигаются так быстро, что часто их называют летучими. Таких лошадей завезли даже в Ивановскую область. Посмотреть на них можно в манеже конно-спортивного клуба села Китова в Шуйском районе. «Есть лошадь, ахалтыкинская лошадь. Это единственный в мире аналог этой лошади. Таких других нет лошадей. Ее выращивают в Туркмении. И везде этот ахалтыкинец является на первом месте». Знаковое лицо для Туркмении – космонавт Олег Кононенко. Для Ивановского края это тоже не случайный человек. В санатории Решма космонавт проходил послеполетную реабилитацию. «В 2007 году он прилетел в должность бортинженера, а в 2012 году он был уже капитаном на МКС. Он взял с собой в космос вот примерно такой ковер. То есть можно сказать, что наш ковер даже в космосе побывал. Для нас в Туркмении этот человек считается национальным героем, потому что для нас это что-то вроде Гагарина. Туркменский Гагарин, скажем так, первый в нашей соотечественной космосе». Не обошлось в этот день без рассказов об удивительной природе солнечной Туркмении, необычной архитектуре городов. Не забыли организаторы рассказать и про туркменские ковры – символ страны, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Студенты провели даже мастер-класс на родном языке. Воспроизвести речь туркмена россиянам оказалось непросто. В завершении встречи все желающие смогли познакомиться с туркменской кухней, попробовать манты и плов, отведать сладости из сушеной дыни и кунжута. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.